Брак через 10-15 лет. На этом свете всё совершенствуется. Шведские спички, оперетки, локомотивы, вина-депре и человеческие отношения. Совершенствуется и брак. Каков он был и каков теперь, вы знаете. Каков он будет лет через 10-15, когда вырастут наши дети, угадать нетрудно. Вот вам схема романов этого близкого будущего. В гостиной сидит девица лет 20-25. Одета она по последней моде, сидит сразу на трёх стульях, Причём один стул занимает она сама, два другие – её турнюр. На груди брошка величной с добрую сковороду. Прическа, как и подобает образованной девице, скромная. Два-три пудоволос, зачесанных кверху, и на волосах маленькая лестница для причесывающей горничной. Тут же на пианино лежит шляпа девицы. На шляпе искусно сделанная индейка на яйцах в натуральную величину. Звонок. Входит молодой человек в красном фраке, узких брюках и в громадных, похожих на лыжи, башмаках. «Честь имею представиться», – говорит молодой человек, расшаркиваясь перед девицей, помощник присяжного поверенного Балалайкин. «Очень приятно. Чем могу быть полезна?» «Меня направило к вам общество заключения счастливых браков». «Очень приятно. Садитесь». Балалайкин садится и говорит. «Общество указало мне на несколько невест, но думаю, что ваши условия для меня будут самыми подходящими. Из этой вот записки, данной мне секретарём общества, видно, что вы приносите с собой мужу дом на плющихе, сорок тысяч деньгами и тысяч на пять движимого имущества. Так ли это?» «Нет. За мною идёт только двадцать тысяч», – кокетничает девица. «В таком случае, сударыня, виноват. Извините за беспокойство, честь имею кланяться». «Нет-нет, я пошутила», – смеётся девица. «В вашей записке всё верно. Деньги, дом и движимое. В обществе вам, конечно, говорили, что ремонт дома будет производиться насчёт мужа. И... и...» «Я ужасно застенчива. И деньги муж получает не все сразу, а с рассрочкой на три года». «Нет, сударыня», – вздыхает Балалайкин. «Нынче с рассрочкой никто не женится. Если уж вы так настаиваете на рассрочке, то извольте, я дам вам год». Девица и Балалайкин начинают торговаться. Девица, в конце концов, сдаётся и довольствуется годом рассрочки. «Теперь позвольте узнать ваши условия», – говорит она. «Вам сколько лет? Где служите?» «Собственно говоря, я не сам женюсь, а хлопочу за своего клиента. Я комиссионер». «Но ведь я просила общество не присылать ко мне комиссионеров», – обижается девица. «Вы, сударыня, не сердитесь?» «Клиент мой человек пожилой, страдающий ревматизмом, сырой. Ходить по невестам, хлопотать у него нет сил, так что воленс-ноленс, хочешь не хочешь, ему приходится действовать через третье лицо. Но вы не беспокойтесь, я дорого не возьму». «Условия вашего клиента?» «Мой клиент – мужчина 52-х лет. Несмотря на такой возраст, он ещё имеет людей, которые дают ему взаймы. Так у него два портных, шьющих на него в кредит. В лавочках отпускают ему по книжке сколько угодно. Никто лучше его не может уходить от извозчиков в проходные ворота и так далее. Не стану распространяться в похвалах его деловитости. Скажу только для полной характеристики, что он ухитряется даже в аптеке забирать в кредит». «Он только и живёт займами?» «Займы – это его главное занятие. Но как натура широкая, не узкая, он не довольствуется одною только эту деятельностью, без преувеличения можно сказать, что лучше его никто не сбудет с рук фальшивого купона. Кроме того, он состоит опекуном своей племянницы, что даёт ему около трёх тысяч в год. Далее в театрах он выдаёт себя за рецензента и таким образом получает от актёров бесплатные ужины и контрамарки. Два раза он судился за растрату и ныне ещё под судом за подлог. Разве ещё существует суд? Да, как остаток не совсем ещё отжившей средневековой морали. Но можно надеяться, сударыня, пройдёт ещё год-два, и культурный человек расстанется и с этим устаревшим обрядом. Так какой ответ прикажете передать моему клиенту? Скажите, что я подумаю. О чём же думать, сударыня? Не смею советовать вам, но, желая вам добра, не могу не выразить своего удивления. Человек порядочный, блестящий во всех отношениях, и вдруг вы не соглашаетесь сразу, зная, как гибельна может быть для вас проволочка. Ведь пока вы будете думать, он войдёт в соглашение с другой невестой. Это правда. В таком случае я согласна. Давно бы так. Позволите получить с вас задаток. Девица даёт комиссионеру десять-двадцать рублей. Тот берёт, расшаркивается и идёт к двери. А расписку останавливает его девица. Миль, пардон, сударыня, я совсем забыл. Ха-ха! Балалайкин пишет расписку, шаркает ещё раз и уходит. Девица же закрывает лицо и падает на диван. «Как я счастлива!» восклицает она, охваченная новым, неведомым ей доселе чувством. «Как я счастлива! Я люблю и любима!» Конец. Такова свадьба близкого будущего. А давно ли, читатель, невесты ходили в кринолинах, а женихи щеголяли в полосатых брюках и во фраках с искрой? Давно ли жених, прежде чем влюбиться в невесту, должен был переговорить с её папашей и мамашей? Соловьи, розы, лунные ночи, душистые записочки, романсы – всё это ушло далеко-далеко. Шептаться в тёмных аллейках, страдать, жаждать первого поцелуя и прочее теперь так же несвоевременно, как одеваться в латы и похищать собинянок. Всё совершенствуется! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова